героическая оборона глухого от поляков 1664 году у малороссийских казаков сторонников россии в их истории есть прекрасный образец верности и победы подобного которому нету так называемых украинцев это оборона глухого зимою 1664 года русско-польская война длившиеся 13 лет с 1654 по 67 год началась после того как малороссия и великороссия решили объединиться поляки не могли с этим смириться и вот решающим событием этой войны был поход короля яна 2 казимира зимой 1663 64 годов с целью вернуть земли левобережной малороссии под свою власть вдохновленные недавним изгнанием шведов из польши поход закончился тяжелым поражением и большими потерями поляков и союзных им литовцев самым знающим об этой войне исследователем является игорь бабулин занимающийся ею более 20 лет и запустивший в научный оборот много ранее неизвестных документов найденных им в архивах его работе оборона глухого против польской армии короля яна казимира в 1664 году собраны все имеющиеся записи от самовидцев и участников последнего и самого крупного похода поляков на русских итогом похода стало заключение перемирия в смоленской деревне андрусова а затем и так называемый вечный мир с выкупом москвой у поляков города киева за 146 тысяч рублей и возврата москве левобережной малороссии смоленска а также стародубщины это современная брянская область причем за потерю земель москва заплатила полякам целых 200 тысяч рублей это сумасшедшие по тем временам деньги такова была цена отказа поляков от претензий на старые русские земли которые были освобождены малороссами и великороссами но для этого польские амбиции на русские земли должны были обломаться в ряде поражений поляков и их союзников из великого княжества литовского сокращенно вкл и самыми крупными из этих поражений были шепелевичи 1654 год где произошел разгром основных сил вкл вильна 1655 году когда русские захватили столицу вкл городок в том же году это поражение поляков галиции канев 1662 где произошел разгром пропольского казацкого гетмана юрия вильницкого и самая крупная полевая битва 17 века самая крупная полевая битва 17 века происходила не во время тридцатилетней войны еще когда-нибудь где-нибудь в европе а у нас в россии под городом канево и наконец глухов 1664 год осада промосковского гарнизона города закончившаяся поражением и большими потерями польско-литовской армии ян казимир собрал до 25 тысяч бойцов включавших наемную немецкую пехоту из вкл пришло до 20 тысяч литвинов к ним примкнуло до 10 тысяч казаков пропольского гетмана павла тетери и до 20 тысяч крымских татар в реальности наверное это число число войск было не гораздо меньше как гораздо меньше не 75 тысяч под 60 точно собралось и это было самое многочисленное сильное войско которая собирала ли речь посполитая за все годы войны и которая как считали польские полководцы без особого труда дойдет до самой москвы дело в том что план максимум у яна казимира был случае удачи зимней кампании в дальнейшем как он говорил загнать русского царя далеко в сибирь и самому сесть на московский стол ведь его родной брат владислав уже был формально королем московии во время смутного времени целых три года причем королем признанным и будущим патриархом филаретом отцом первого царя из романовых и самими московскими боярин был королем москвы пока в 1613 году его не скинула народное ополчение нинина и пожарского пришедшая из нижнего новгорода московиты не ожидали от поляков продолжение войны зимой это было не по правилам они распустили свои войска по домам отдыхать чинить амуницию откармливать лошадей охранять границу остались небольшие отряды на это и был расчет поляков они хотели как можно быстрее не занимая крупных городов типа киева нежина и чернигово пройти как можно дальше надеясь что после того как их войска займут все левобережье днепра эти города сами перейдут под их управление ну и не останется больше ничего делать мелкие города они брали быстрым штурмом многие сдавались например этот город ромный он сдался королю местные казаки перешли павлу тетери но были такие которые оказывали жесткое сопротивление как городок со странным названием салтыкова девица на реке десне за такое сопротивление поляки поступили вполне по-монгольски они захватив город вырезали всех жителей поголовно от мала до велика имевшиеся промосковские отряды и верные москве казаки отступали не рискуя принимать бой с превосходящими их многократно силами и вот так поляки дошли до глухого обложив его 13 января они решили что смогут взять его довольно быстро и пополнить свои запасы на самом деле по утверждению того же бабулина брать город глухов королю польскому смысла особого не было он мог пройти дальше но вот почему-то они там остановились целых пять дней они стояли под городом готовили осаду офицеры пьянствовали под стенами и на спор подскакивали к нему на пистолетный выстрел пока рядовые рыли подкопы и закладывали туда мины и и вот на рассвете 18 января был предпринят первый общий штурм глухого город глухов известен как город крепость чернигарского княжества с 1152 года он упоминается в лаврентьевской летописи находится он на территории современной сумской области 180 километров от города курска и примерно 25 километров от российской границы во время сады глухове проживало около четырех тысяч человек он был хорошо укреплен земляными валами и входил состав нежинского полка вся гетманщина была поделена на полки каждого полка была своя территория в 1663 году левобережный гетман иван брюховецкий за год до осады города образовал собственный глуховский полк вот этот полк и оборонял город вместе с другими промосковскими казаками отступавшими при приближении поляков ну и с какими-то там может быть отдельными отрядами собственно московскими память о героической обороне глухова в 1708 году город стал столицей войска запорожского а с 1765 по 1773 годы он был столицей всей малороссии назвалась малоросская губерния российская губерния как пишет современник событий полковник петр иванович гордон шотландец воевавший за шведов захваченный в плен поляками и служивший яну казимиру а в 1661 году перешедший на русскую службу глухове начальствовал полковник дворецкий там находилось великое число всякого рода людей все были полны решимости защищаться до последнего несколько дней шло метание бомб и пушечный обстрел стен и зданий приготовив мины взорвали оные и пошли на штурм но мины не возымели желаемого действия и те были отбиты с многочисленным уроном другой участник событий французский герцог антуан шарль де грамон писал штурм произведен на рассвете мина взорвалась и не расследовал вполне ее действия которая не оказалась слишком хорошим назначенные полки так же как и большое количество спешенной польской кавалерии бросились в атаку вдоль дороги на незащищенные сбоку в городские ворота разбитые пушечными выстрелами мы встретились с прекрасной баррикадой позади ворот заряженную картечью пушкой которая била вдоль насыпи а мышкетный огонь был так ужасен и так верно направлен что менее чем через полчаса тут были убиты не менее 500 человек а остальные настолько потеряли боеспособность что нужно было помышлять об отступлении но нападавшие все-таки ворвались в брешь обороняемую двумя тысячами царских драгунов совершивших чудеса храбрости большая часть этих наших офицеров была убита на вершине парапета вокруг воодруженных там знамен остатки пехоты совершенно отбиты с крайними потерями в итоге по словам того же француза поляки вынуждены были уступить и отдать приказание отступать всем войскам перенеся гиканье господ московитов которое было велико я не думаю чтобы когда-либо войска показали столь образцов доблести как поляки в этот день в их способах атаки и московиты в своей прекрасной обороне мы потеряли около четырех тысяч человек и более двухсот офицеров француз допускает важную ошибку в глухове не было царских драгун город обороняли в основном казаки из киевского черниговского стародубского нежинского и глуховского полков это были полки не в полном составе естественным и численность гарнизона глухого точно неизвестно кстати воспоминания герцога были опубликованы в 1716 году и стали популярными а сам он был прототипом графа де гиша пьесе эдмона ростана серано да биржерак знаменитая пьеса ян каземир огорченный неудачной атакой решил дождаться шедших к нему из литвы еще шесть тысяч рейтар и предпринять новый более мощный штурм он мог бы конечно уйти оставить глухов в тылу ведь глухов не представлял из себя что-то действительно ценно но видимо короля за дело за дело что это мелкая крепость защищаемая кучкой физматиков ему не далась король стоял в пяти верстах от города и в лагере была вся элита речи посполитой все самые важные богатые люди например станислав потоцкий верховный главнокомандующий воевода стефан чернецкий известный своей жестокостью коронный хорунжий ян сабецкий следующий король речи посполитой он кстати лично возглавлял первый штурм глухова и вполне рисковал быть убитым все они стояли недалеко от глухова а кстати с ними был еще наказной гетман правобережья днепра наместник павла тетерий знаменитый иван багун и всего под глуховом было около 40 тысяч осаждающих город основные силы польско-литовского войска сосредоточились в этом небольшого городка но поскольку поход уже продолжался не первый месяц из-за неудачного штурма и ухудшения снабжения не забываем что это была зима кстати холодно всюду снег лед из польской армии началось дезертирство по сообщению одного из литовских пленных иные рейтарой королевского полку целая рота под городом коробом покиня знамя побежали в свою землю от нуши поскольку король им корму не дает многие дни литовцы или литвины в подавляющем большинстве были те же сами самые русские люди но под управлением литовских князей поэтому их и называли литвинами как в свое время всех жителей ссср называли советскими как всегда крымские татары они неожиданно ушли те самые до 20000 крымских татар но скорее всего их там не было 20000 где там максимум 10 тысяч ушли они потому что уже награбили набрали себе пленных и им больше не интересно было стоять там мерзнуть под ухом надо было успеть пока не начал таять снег по сухому добраться до крыма с этой всей добычей а в это время московские воеводы быстро собирают войско и ведут размер разведку боя 20 января в плен берут трех литовских черкас черкасами называли тогда малороссийских казаков по имени города черкаса где одно время поделся общевойсковой суд поэтому всех малороссийских казаков называли черкасами не было путать с черкесами в этих казаков звали гришка лапта сенька петров и кирюшка кудря пленные сказали что 18 января глухову был приступ а на приступе людей побито и ранено с тысячу человек до драгунов потонуло на реке усмани обломившись на льду с тысячу человек которые катили городу глухову туру и щиты рубленные несли то есть из этих показаний мы видим что поляки не очень серьезно относились к штурму глухова потеряв туру и защитные щиты все равно пошли в атаку надежде что вот так вот возьмут на храпом город около тысячи человек по словам вот этих казаков утонула в реке усмани более того ситуацию усугубляло то что казаки багуна сочувствовали осажденным и они всячески уклонялись от участия в осаде в письме подполковника иогана магнуса фон охапа сообщается казаки несколько тысяч которые с багуном до обоза королевского пришли штурмовать не хотели в чем причина понять не могу в иных полках убитых и раненых оказалось немало когда списки подавали обе офицеров больше 140 человек унтер офицеров 200 и несколько десятков солдат около двух тысяч вот тут немец дает более точные сведения чем француз казаки багуна не только не участвовали в штурме они докладывали глухов осажденных о действиях поляков указывали места подкопов и вот король дождавшись литвинов 26 января начал второй штурм ну чтобы доказать и себе и людям что он все-таки король что какой-то маленький глухов не может помешать сказать его планом стать московским царем по словам охапа мины не помогли и с великим взрывом немало наших желнеров землей накрыл ничего не могли исправить погубивший людей вынуждены были отступить у жолнеры это польская пехота в ходе второго штурма три из пяти мин подведенные осаждающими подвалы глухого взорвались не в городе а среди самих штурмующих что подорвало их боевой дух ну естественно когда на глазах всего войска мины которые должны были взорвать валы взрывают их товарищи это никак не энтузиазма не добавляет однако две мины все-таки проделали бреши валах и после обстрела городом из 18 пушек которых поляки притащили прямо на край рва конница и пехота короля все-таки ворвалась в город и когда они уже было думали что сломили оборону русские сделали неожиданную контр-атаку возглавляемую киевским полковником 55-летним василием дворецким вот глухову повезло что в городе оказался василий дворецкий как пишет про глуховского начальника тот же француз будучи человеком пользовавшимся выдающимися выдающиеся репутации среди московитов явившись со всем своим гарнизоном в один момент отбросил вошедший в город людей и опрокинул их с высоты пролома вниз а затем с трудно передаваемую стойкостью овладев брешью открыл по нашим людям такой убийственный огонь и перебил их такое количество что пришлось поддаться и уступить превосходству неприятельского огня не прекращающегося нисколько несмотря на наши 18 пушек стрелявших беспрерывно по брешу второй штурм тоже оказался неудачным возможно благодаря багуну предупредившему о минах возможно за все таки не очень продуманной подготовки и спешки но польская армия серьезно забуксовала под глуховым неудачи второго штурма надо было кого-то обвинить обвинили багуна Партоцкий писал из-за нежелания войска казацкого которое на штурм не шло вся сила из города на нас повернула три часа продолжался штурм который закончился отступлением и немалый урон войску сделал другой участник штурма иохим герлич немец наверное тоже прямо обвинял багуна в том что он изменник и утверждал если вспоминали про все времена войны то нигде столько жол неров не погибло как под глуховым ну естественно иван багун был арестован и расстрелян после чего его казаки тоже ушли от поляков польско-литовские силы под глуховым таяли и поляки решили пойти на хитрость польско-литовские силы герметики